Добрый вечер, Гомель! Меня зовут Александр Лупиненко. На Беларусь 4 прямой эфир. Сегодня, друзья, в нашей стране праздник. Отмечается День пограничника. Предлагаю сегодня поговорить о том, что такое для нас государственная граница и познакомиться с теми, кто ее охраняет. Вы также можете присоединиться к нашему разговору. Как всегда, мы работаем в прямом эфире. Звоните. Ваше мнение для нас очень важно. Ну а также не забывайте, что можете оставлять ваши комментарии в Вайбере и в нашей группе ВКонтакте. Все координаты на ваших экранах. В этом году белорусские пограничники отмечают 100-летний юбилей. С праздником вас, стража границы! С юбилеем! АПЛОДИСМЕНТЫ Героев за ста пограничных мы помним. Героев второй мировой. Кто насмерть стоял и с последним патроном, с врагом в рукопашный шоу-бой. За нами страна, мы лицо государства, дивиз в пограничных войсках. Мы вместе одно пограничное братство, щит Родины в наших руках. В воинных зелёных куражках, Кто из тени знакомых лет родных парей берёт. Хранит покой твой белорус, земля святая наша, И не уронит чести дедов и отцов. Хранит покой твой белорус, земля святая наша, И не уронит чести дедов и отцов. Ракета над лесом, не дремлет граница, Команда застава в ружьё. От трупы тревожной чужому не скрыться, Мы делаем дело своё. По зову души мы надели погоны, И сяги и долгу верны. Твои часовые куражках зелёных Стоим на границах страны. В воинных зелёных куражках, Кто из тени знакомых лет родных парей берёт. Хранит покой твой белорус, земля святая наша, И не уронит чести дедов и отцов. Хранит покой твой белорус, земля святая наша, И не уронит чести дедов и отцов. В воинных зелёных куражках, Кто из тени знакомых лет родных парей берёт. Хранит покой твой белорус, земля святая наша, И не уронит чести дедов и отцов. Хранит покой твой белорус, земля святая наша, И не уронит чести дедов и отцов. Аплодисменты марш белорусских пограничников исполнял солист военного оркестра Гомельской пограничной группы Сергей Федораков. Эти аплодисменты тебе. Спасибо. Прошу. Ну а у нас в гостях у нашей программы Заместитель начальника Гомельской пограничной группы Сергей Евгеньевич Свинтецкий. Здравствуйте. Добрый день, Сергей. Сергей Евгеньевич, вот где-то слушал такую информацию, Что у тех, кто в пограничной службе служит, У них сутки начинаются не с 12 ночи, А с 20.00. Абсолютно верно. То есть получается, что вы уже принимаете поздравления Со вчерашнего дня с 20.00. Да, и уже, к сожалению, на сегодняшний день Уже поздравления закончились. Как закончились? 20.33, потому что. Ну подождите, эфир программы только начался, Поэтому, друзья мои, звоните к нам в эфир, Поздравляйте наших пограничников С их профессиональным праздником, Со столетним юбилеем. Ну когда еще такая дата повторится? Ну только если 150, а дальше 200 лет будет. Ну и, друзья, у меня еще один подарок для кого-то из вас Приглашение на двоих в картинную галерею Гаврила Ващенко Кто-то сегодня станет счастливым обладателем этого билета Но для этого нужно правильно ответить на вопрос нашего эфира Вопрос у нас такой С какого года в календарях в день 28 мая Отмечен как день пограничника? Звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашей беседе Ну и, конечно же, поздравляйте наших сегодняшних гостей Хотелось бы уже перейти непосредственно к беседе Ну, праздник праздником, но хотелось бы разобраться В некоторых тонкостях и особенностях Вот, каковы особенности организации и функционирования пограничной службы По отношению, ну, к другим силовым структурам Республики Беларусь? Я вам скажу, вот один мой уважаемый друг сказал Держава починается с границы И я думаю, каждый из военнослужащих органов пограничной службы знает Что не каждому дано ходить по последним метрам родной земли А то, что пограничные органы пограничной службы Мы всегда на боевом дежурстве, всегда с боевым оружием И в любое время суток, в любое время года, в любую погоду Ну, тут хотелось бы отметить, конечно, опять же Это уже прям как пословица, границу уже охраняет весь белорусский народ Поэтому далеко, наверное, не все задачи мы бы выполнили так успешно, гарантированно Если бы у нас не было помощи государственных органов власти Не было бы помощи силовых структур Не было бы помощи местного населения И мы очень тесно взаимосвязаны И все вместе выполняем задачи по обеспечению пограничной безопасности нашей Родины Вот то, что касается местного населения Насколько велика от них помощь? Я понимаю, что каждый, кому, скажем так, не повезло, не посчастливилось, не довелось попасть в пограничную службу Наверное, хоть таким вот образом приближаются и чувствуют свою значимость Я скажу, что население при границе все больше нам оказывает помощь в охране государственной границы И вот, знаете, я хочу сказать, что особенно последние годы сделан упор на то, что Ведь, по сути, в соответствии с концепцией национальной безопасности Национальная безопасность – это состояние защищенности от внешних и внутренних угроз Национальных интересов А национальный интерес – это интерес личности, общества и государства И когда каждый человек осознает, что он как личность охраняет государственную границу вместе с пограничниками Что он, оказывая нам помощь, он защищает в первую очередь свою семью, себя самого Ну, мы будем вообще на высоте И это дорогого стоит, по-моему Это будет стоить очень дорого, да Давайте послушаем, к нам кто-то звонился Алло, здравствуйте Алло Добрый вечер, здравствуйте, вы в прямом эфире Вот что-то мне подсказывает, что у нас настолько, скажем так, праздничная атмосфера, что даже не выдерживает техника Ну, ладно, напомню номер телефона Даже не напомню Посмотрите внимательно на ваш экран Там найдете все координаты Телефон прямого эфира, телефон нашего Вайбера Ну, а также группа ВКонтакте Туда вы тоже можете отправлять ваши комментарии Есть все-таки у нас звонок Алло Алло, здравствуйте Здравствуйте Давайте с вами знакомиться Давайте, меня зовут Алёна Алёна, очень приятно, меня зовут Саша Рассказывайте, с какими мыслями вы позвонили Ну, наверное, в первую очередь поздравить наших гостей сегодняшнего эфира со столетиями Конечно Поздравляем 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 гостей Поздравляем здоровья, мирного неба, удачи и всего самого наилучшего Высшей и легкой службе Поздравляем с днем пограничника Спасибо Спасибо вам большое за эти пожелания, за ваш звонок Ну, а на наш вопрос попытайтесь ответить и забрать у меня пригласительный билет на двоих в картинную галерею Гаврила Ващенко Алло Алло, алло Вы меня слышите? Да Ну, попытайтесь забрать пригласительный билет, правильно ответив на вопрос Конечно Повторить вам вопрос? Да, повторите, пожалуйста Итак, с какого года в календарях день 28 мая отмечен как день пограничника? С 28 мая 1918 года была учреждена пограничная охрана РСССР Так Умничка, все правильно Засчитаем это правильным ответом Сто процентов Эти аплодисменты вам А вот этот пригласительный билет достается вам в приглашении на двоих в картину галерею Гаврила Ващенко Так что культурный поход вам обеспечен Наставьте ваши телефоны нашему редактору И мы с вами за рамками эфира обязательно свяжемся Ну вот мы живем в то время, когда декларируются ликвидации границ между государствами Вот как в эту доктрину мир без границ, назовем ее так, вписывается современная пограничная служба? Я скажу, что я не совсем согласен с этим утверждением Потому что на самом деле, на данный момент в Европейском Союзе У нас сейчас опять активизируется пограничный контроль Связано с чем, понятно? Это миграционные потоки Поэтому там пограничный контроль Активизируется, выставляются Пункты пропуска Хотя они хотели изначально от этого отказаться То, что касается Органов пограничной службы Беларуси Я хочу сказать, что Как минимум Мы идем По пути совершенствования Мы уже внедряем электроны в очередь В том числе на украинском направлении Мы увеличиваем пропускные способности пунктов пропуска У нас создана система видеонаблюдения Которая позволяет в режиме онлайн Наблюдать за очередями в пунктах пропуска Ну, я уже не говорю о том Что у нас постоянно наш личный состав Совершенствует свои знания, навыки и умения Потому что в любом случае Мало того, что мы совершенствуемся Но мы же еще и не должны Пустить разгильдяя и негодяя На территорию Республики Беларусь Поэтому Наши действия обоснованы Оправданы и правильны По-моему, это достойно аплодисментов АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, вот пользуясь сегодняшним эфиром Я думаю, что не только меня Но и многих тех, кто смотрит программу Которые знакомы с вашей службой косвенно Когда непосредственно пересекают границу Из страны или наоборот страну Вот насколько сегодня актуальны Такие термины, как пограничная зона Пограничная полоса И что обозначают эти профессиональные термины? Если это не секрет и не тайна Можете объяснить? Секрета никакого нет Это все написано в законе Государственная граница Это участки местности Если пограничная зона Участок местности в пределах города Поселка, приграничных сельских советов Она создана для организации Исуществления охраны государственной границы Пограничная полоса Она создана в целях Более эффективных действий Органов пограничной службы Создание и поддержание В нормальном состоянии Зданий и сооружений Вот как пример Это оборудование рубежей Охраны государственной границы На направлениях В том числе на украинском У нас активно идет строительство Рубежей охраны государственной границы Я скажу, что Понятия очень оправданные Вот эти И пограничная зона Для осуществления деятельности Органов пограничной службы Она влияет Немаловажную роль Так же, как и пограничная полоса Изначально Которая создана в первую очередь Для возведения инженерных сооружений И заграждений Но я хочу сказать Что у нас идет либерализация Вот, например Мы уже отменили Въезд Пребывания В пограничной зоне Гражданам республики Беларусь То есть при наличии Действительного документа Удостоверяющего личность Паспорта Гражданин республики Беларусь Может спокойно въезжать Пребывать Находиться в пограничной зоне Увеличили мы Срок действия Пропусков В пограничную полосу С года До двух Я скажу, что Кроме этого У нас жители Пограничной зоны Имеют право Получать Пропусков Пограничную полосу Без госпошлину То есть Ну То, что Эти понятия нам необходимы То, что мы Тем не менее Все-таки будем Делать так, чтобы Людям было Республики Гражданам Республики Беларусь Удобнее Ну Это Факт Это достойно аплодисментов Пограничная зона И пограничная полоса В нашей области Проходит не только По суше Но и по воде А вот с теми Кто охраняет наши водные рубежи Мы познакомимся чуть позже Реклама пройдет быстро Не переключайтесь Друзья, мы снова в прямом эфире Это программа Добрый вечер Гомель на телеканале Беларусь 4 Сегодня мы Празднуем Сегодня мы празднуем Столетие пограничной службы Даже вот наши режиссеры Не могут сдержать своих положительных эмоций Я слышу, как они радостно, задорно Передают все свои пожелания к нам в эфир Итак, друзья, звоните к нам Присоединяйтесь к нашему прямому эфиру Координаты на ваших экранах А я с огромным удовольствием и радостью И, конечно же, под ваши аплодисменты Спешу представить У нас в гостях капитан третьего ранга Александр Александрович Таразевич Старший помощник коменданта Пограничной комендатуры Здравствуйте Здравствуйте Если я правильно понимаю Вы именно тот человек, который охраняет водные рубежи Нашей страны Да, вы правильно понимаете Пограничная комендатура Алоев Охраняет государственную границу По пограничным рекам Соши и Днепра Которые у нас протекают, как вы знаете, Алоевский, Брагинский район Водные рубежи нашей страны Они проходят только по территории нашей области Или как-то это понятие расширено Или это то, что в нашей области Это только мы знаем об этом Это знаете не только вы, это знают все Но государственная граница по рекам Озером проходит не только в нашем Территориальном органе пограничного служба Госграница проходит и в Бресте И в Полоцке по рекам, озерам Поэтому не только у нас Ясно Ну вот с некоторыми моментами На суше охраны границы Мы немного разобрались Вот каковы особенности водной Охраны водных границ Основная особенность охраны на нашем участке Это использование в охране границ И пограничных плавучих средств Так называемые пограничные катера На данный момент пограничные комбинатуры Лоев Наверное все знают, что раньше это был отдел Беговой охраны Лоев Самые, не созданные, а собраны Все самые новые пограничные катера Которые помогают нам охранять наши рубежи Давайте послушаем У нас есть один телефонный звонок Алло, здравствуйте Алло, здравствуйте Давайте с вами знакомиться Как вас зовут, откуда вы к нам звоните? Здравствуйте, я Елена Николаевна Очень приятная Рассказывайте, с какими мыслями К нам дозвонились Добрый вечер Я бы хотела поздравить тех парней, мужчин, кто служил и служит в пограничных войсках У меня сын служил в пограничных войсках Племянник Я очень горжусь И хотела, чтобы мой сын попал только в эти войска Так что спасибо всем Всем, кто принял участие, когда мой сын служил Здоровья всем и всего хорошего Спасибо Спасибо вам большое за теплые слова И аплодисменты от программы Добрый вечер вам А вот действительно Правильный вопрос наша телезрительница задала Наверное, желающих попасть много Вам служить Знаете, желающих много На самом деле И на срочную военную службу попасть Служить И на службу по контракту Вот тут я заодно и обращусь, может, к молодежи Что, ребята, вы прекращайте сидеть в интернетах Занимайтесь побольше спортом Поддерживайте свое здоровье И будете служить в органах пограничной службы И на самом деле Настолько интересная служба Настолько динамичная И я скажу, что Просто постоянно, когда находишься в движении Такой нигде нет А то, что Для того, чтобы попасть в службу Пограничники Надо пройти На самом деле Сложный и психологический отбор И надо пройти Физический отбор То есть это надо Состояние здоровья Степень годности Это факт тоже Кому непросто Попасть в органы пограничной службы служить У нас еще есть достаточно времени в программе Чуть позже рассмотрим детали Александр Александрович Пока что хотелось бы продолжить Разговор с вами Форма у вас и званий Не пограничные, а морские Да, морское звание Много ли у нас таких вот Моряков, пограничников? Ну, как я уже говорил Раньше у нас пограничная комендатура Называлась отдел береговой охраны Поэтому Половина военнослужащих Пограничной комендатуры Носят морские звания То есть Мечмона Капитана-лейтенанты Старшая Мечмона То есть у нас Достаточно Морячков Которые охраняют Государственную границу В пределах пограничной комендатуры Особенности организации И функционирования Пограничной службы По отношению к другим Силовым структурам Республики Беларусь Мы видим, что здесь Не совсем обычное Формирование И комендатуры В составе отряда Не только Сухопутной части Но и офицеры С морскими званиями Вот об этом Хотелось бы Рассказать подробнее Я хочу сказать Что Гомельская пограничная группа В системе которой Находится Пограничная комендатура 7 пограничных застав Резервная пограничная застава 6 пунктов пропуска Через государственную границу И охраняемый у нас участок 305 километров Причем Я скажу, что Львиная доля Этого участка Приходится на охрану Речного участка Государственной границы Вот это особенность Действительно Гомельская пограничная группа Есть Еще одна особенность Пограничная группа Это охрана Государственной границы В Полесском Экологическом заповеднике Но Самое интересное Я вам скажу Что Нигде Нету Такого парка Пограничных Судов Как на пограничных Котиров Как на пограничной Комендарии Лоев И то, что В Гомельской пограничной Группе Уже Функционирует Речная пограничная Застава Которая Дислоцируется Именно на воде Ну это надо Видеть, конечно Вот И вторая Сейчас будет Тоже функционировать Ну это тоже Очень интересно Достойно Нигде такого нет Давайте послушаем Еще один Телефонный Звонок Алло Здравствуйте Добрый вам Вечер Здравствуйте Алло Ну вот какие-то у нас Проблемы с Телефонной Связью Давайте попробуем Еще раз Алло Говорите Я слушаю Мы рады Вас приветствовать В эфире Здравствуйте Давайте с вами Знакомиться Как вас зовут Откуда вы к нам Звоните Алло Здравствуйте Да-да-да Говорите Мы слушаем вас Внимательно Вы в прямом эфире Вы знаете что Я хотел поздравить Пограничников С днем совестия С праздником Пожелать им Успехов В работе Всех благ Но самое главное Самое главное Я хотел бы Сказать Ситуация такая Что Большие проблемы В заработной плате Вообще Пограничные ходят Командование Вообще Это честно Что Не реагирует Никак На Сверхуочные Работы Пограничников И Вообще Я не знаю Как Смотреть на то Что Люди Работают Погодно С узками А На это Вообще Никто не обращает Внимание Вообще Во-первых Спасибо вам Большое За поздравление Ну а то Что касается Проблемы Для того и существует Чтобы как-то Их решать Ну в любую службу Кого не возьми Какие-то проблемы есть Но Они-то решаемы В любом случае Извините Мне просто интересно Вот звонящий На самом деле Служил В пограничных Органах пограничной службы Потому что Специфика Пограничной службы Такова Что действительно Люди служат Сутками И действительно Люди служат На государственной границе И действительно У нас бывает Режим Немножко Не такой Как у всех Когда выходных Вообще нету Но это пограничная служба Поэтому у пограничников 45 суток отпуска Поэтому У пограничников Еще дополнительные льготы Это 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 пограничная служба Если человек Не готов Идти на пограничную службу Не надо туда идти А если он Идет на пограничную службу Он должен знать Заранее Что Будет Испытываться Какие-то Вот Ну и сдержки профессии Абсолютно верно И то что Я вот прошу прощения И то что в любой момент Любого из здесь сидящих Любого военнослужащего Урганов пограничной службы Могут Дернуться То что Любое подразделение В любой момент Может подняться По команде В ружье И выходить По обстановке Но это же не случится В этот эфирный час Пока идет наш добрый вечер Сегодня Вечер исключений Получается так Это Это вот для тех Кто сидит здесь Вечер исключений Остальные все Функционируют В штатном режиме Я предлагаю Поддержать Тех кто функционирует В штатном режиме Громкими аплодисментами Друзья Ну а у меня для вас Еще один пригласительный билет Опять таки В картину галереи Гаврила Ващенко Приглашение на двоих И еще есть Один вопрос для вас Вопрос такой Белорусские Белорусские спецназы С гордостью Называют себя Краповыми беретами Десантники Голубыми беретами А как с точки зрения Абудирования Позиционируют себя Пограничники Автору правильного ответа Сергей Евгеньевич Вы поможете мне Определить правильный ответ Достанется этот Пригласительный билет А пока что Вы знаете Пока мы тут Вели неспешные разговоры Вспомнились мне Такие вот строчки В глухую ночь В холодный мрак Переходил границу Враг Шпион И диверсант Вот именно таким В 1937 году Нарушителя границы Видел поэт Сергей Михалков Это отрывок И стихотворение Границы А вот сегодня Какой он Нарушитель границы Можете дать Какой-то описательный Портрет Словесный портрет Я скажу что Наверное Слава Богу На данный момент Вот со шпионами И диверсантами Мы не сталкиваемся Хотя Мы готовы К этому У нас Как правило Нарушители Государственной границы Это люди Которые Пересекают Государственную границу В неустановленных Пунктах пропуска С хозяйственными Бытовыми целями Либо посещение Родственников Но Мы не должны Забывать Что На государственной Границе Существует Противоправная Деятельность И противоправная Деятельность Связанная С перемещением Через государственную Границу Товароматериальных Ценностей И контрабанды Поэтому Хотя Шпионов И диверсантов У нас пока нет Но нарушители Присутствуют И мы С ними Успешно Боремся Давайте Давайте послушаем Еще один Телефонный Звонок Алло Здравствуйте Вы в прямом эфире Здравствуйте Добрый вечер Давайте с вами Знакомиться Как вас зовут Откуда вы Наталья Меня зовут Наташа Очень приятно Наталья Вы откуда Я из Гомеля С моей фамилией Макаревич Я хочу поздравить Ребят Пограничников Поздравляйте С его праздником С их праздником И я очень благодарна И за то Что они защищают Кажу Родину За то Что защищают Детей Внуков Наших И я очень Хотела Чтобы они были Здоровые Живые И чтобы Все было У них В семье Хорошо Ну Чтобы Все было Отлично Наталья Эти аплодисменты Вам Спасибо Наталья Вы с нами Еще на связи Спасибо большое Чего хорошего Спасибо и вам Спасибо вам большое За звонок Спасибо Оставайтесь на Телеканале Беларусь 4 Смотрите этот Добрый вечер Сергей Евгеньевич Ну вот А насколько Сегодня актуален Лозунг Граница на замке Вот появился он еще Во времена Железного занавеса Вот сегодня Эта фраза актуальна Или Скажем так Она осталась уже в истории Абсолютно актуальна Как может быть Граница не на замке Ну Граница на замке Для Скажем так Нарушителей Законодательства Государственной Границы Для законопослушных Граждан Никакой Никакого Замка Нету Любой Гражданин Может беспрепятственно Пересечь Государственную Границу Если это В рамках Правового поля Я вам Даже больше скажу Что У нас идет Развитие Туризма В государстве И Органы пограничной Службы Прилагают Все усилия Чтобы Это Ну Не Вот это Направление Поддерживаться И Мы Кроме этого Также стремимся Чтобы наши Отношения С Сопредельными Государствами Были Дружескими Товарищескими Я скажу Что На данный момент Так оно и есть Вот Если рассматривать Основные функции Пограничников В наши Дни Какие они Функции Да Ну Скажем так Возьмем только основные Наверное Обеспечение Суверенитета Территориальной Целостности Государства Защита Экономических Политических Прав Наверное На государственной Границе Даже Все Наши функции Определены Законом Поэтому Я думаю Что тут лишнего Даже и не стоит Ничего говорить Давайте послушаем Еще один телефонный Звонок Алло Здравствуйте Здравствуйте Давайте с вами Знакомиться Как вас зовут Откуда вы Я тут Елена Очень приятно Елена Откуда дозвонились К нам Можно отвечать на вопрос Откуда дозвонились Спрашиваю К нам На добрый вечер Можно Хорошо Можно Итак Пригласительный билет У меня в руках Хотите Повторю вопрос Повторите Пожалуйста Итак Белорусский спецназ С гордостью Называет себя Краповыми Беретами Десантники Голубыми Беретами А с точки Зрения Обмундирования Как позиционируют Себя Пограничники Что-то подсказывает Пограничники Спецназ Это Отряд Специальных Активных Мероприятий Есть такое Ну наверное По сути Вопрос был Немножко Не об этом Вопрос был Немножко Не об этом Давайте Я еще раз Повторю вопрос А вы Внимательно Меня послушаете Белорусский Спецназ С гордостью Называет себя Краповыми Беретами Десантники Голубыми Беретами А как С точки Зрения Обмундирования Позиционируют Себя Пограничники Ну вот умничка Ну подождите А почему так Мало уверенности А может и не Зеленый берет Вот как вы думаете Я же могу сказать А может и не так А? Итак Сергей Евгеньевич Все-таки Прозвучала Фраза Зеленый берет Поэтому эти Аплодисменты Вам И этот Пригласительный Билет Также Достается Вам Оставьте Нашему редактору На телефоне Ваши Контактные Ваши Контакты Мы с вами После эфира Обязательно Свяжемся И расскажем Где и Как вы Сможете Забрать Ваш Пригласительный Билет Думаю Что не только Меня Но и многих Интересует Техническая Сторона Технические Условия Как техника Помогает Вам Охранять Границу Вот С водными Ресурсами С водной Техникой Мы уже Познакомились Да Я повторюсь Да Такого парка Как у нас Пограничного Судна Пограничных Никого Нет То есть Ваши Коллеги Пограничники Приезжают И по большому Счету Они Где-то По-хорошему Завидуют Вам Что Ребят 100% Но На данный Момент У нас Внедряется Даже уже На Некоторых Направлениях Внедрена Интегрированная Система Охраны Государственной Границы У нас Оборудованы Рубежи Охраны Государственной Границы С Интеллектуальной Системой Видеонаблюдения То есть У нас Чтобы Без названий Вам Я скажу Что стоит Сигнализационная Система На которой Оборудована Система Видеонаблюдения И когда Нарушитель Законодательства Государственная Граница Пытается Ее пересечь Идет Сработка Видеокамера Поворачивается Именно На тот Участок Где Пытается Нарушить Границу Человек Гражданин Нарушитель И Сопровождает Нарушителя С выводом Изображения На монитор Дежурного По подразделению Границы Вот смотрите То что Высокотехнологическим Устройством Оборудована Вся граница По периметру Это даже можно Узнать Из сети Ютуб В которую То и дело Попадают Ролики С участием Птиц Зверей Животных Крупных И мелких Неужели Это все Происходит На самом деле Неужели Никакой доли Постановки С участием Животных Которые пытаются Пересечь Границу Ну я Например Об этом Не слышал Чтобы Какая-то Была Постановка Только На моей Памяти Я вот Наблюдал Прямо На мониторе Как две рыси Подходили К системе Пытались Да ладно Не боятся Или не знают Волки Проходили То есть Очень интересно И все Это выводится На монитор Дежурному По подразделению Как я уже Сказал Вот эта вот Система Позволяет Нам Теперь Не бездумно Не действовать Бездумно По какой-то Там Обстановке А уже Работать Непосредственно По факту Возникновения Ситуации Друзья Мы продолжаем Наш прямой эфир И понятно Что у пограничников В отличие от других Род войск Особая инфраструктура И есть В ней еще Особое подразделение А вот какое Об этом Мы с вами узнаем Сразу После рекламы Не переключайтесь Субтитры Аплодисменты Этому оркестру Которую мы только что Увидели Фрагменты их выступления Которые мы только что Увидели в программе Добрый вечер Гомель Скажу честно Я когда впервые Их в жизни увидел И это было не на видео Я был на этой репетиции Я просто Ну стал их фанатом Я стал их поклонником Потому что ребята Мега крутые Давайте еще раз Поаплодируем Вот отдельным Подразделением Гомельской пограничной службы Является оркестр Ну резонно Ну вопрос А зачем пограничной службе Свой оркестр Я вам скажу Вообще На самом деле После Концерта Который был 26 числа В государственном учреждении Гомельский Областной Общественно-культурный Центр После выступления Оркестра Я думаю Что многие Будут в восторге Так же как и вы От него Они молодцы Отработали на По пятибалльной системе На 7 баллов Даже на 10 Оркестр Зарвали зал Зарвали зал Скажем так В хорошем Зарвали Я скажу Что оркестр Ну в первую очередь Это выполнение Наверное Проведение Соблюдение Воинских традиций Ритуалов Они нам оказывают В этом помощь Они нам играют При проведении Разводов Они нам играют Гимны Это Профориентационная работа С молодежью Это информационно Попагандистская работа А ведь оркестр Еще нередко Можно увидеть Что выступает И для жителей Пограничной зоны Вот это Скажем так Одна из составляющих Даже скажу Что не составляющих Наверное Это все таки Основная составляющая Вот этой информационно Пропагандистской работы Потому что Ну Когда люди знают Что вместе С выступающим Представителем Командования Пограничной группы Едет оркестр Зал у нас Выбивается Битком Ну Вопрос Следующего характера У ребят В репертуаре Есть Произведение Всемирно известный Звезд мировой величины Но они Адаптируют Это под свое звучание Кто Вот в частности Вы Насколько можете Повлиять На репертуар Оркестра Заказывайте Песню Сделаю Да ладно Это достойно Аплодисментов Друзья Ну Я думаю Что в нашей программе Также не хватает Музыкальной Ноты И вот буквально Через мгновение Я вновь На эту импровизированную Сценическую площадку В студии Доброго вечера Спешу пригласить Сергея Федоракова И солистку Юлию Юрченко Приготовьте Вашу ладошу Будем аплодировать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 здравствуйте давайте с вами знакомиться как вас зовут откуда вы звоните как вас зовут наталья анатольевна рады вас слышать рассказывайте с какими мыслями вы заглянули спасибо за теплые слова эти аплодисменты вам олеговна но вот смотрите как мы тут уже выяснили что строгий отбор жесткий контроль ну и конечно уже в процессе службы нужно поддерживать и физическую форму периодически сдавать нормативу мы проходить полосу препятствий неужели девушки это тоже проходит полоса препятствий это конечно больше для ребят которые охраняют границу непосредственно на заставах вот а мы все равно да сдаем нормативы определенная проходят и бегаем и прыгаем отжимаемся по нормативам сколько раз нужно отжаться о сдать его ну сейчас немножко другая новая система и в количестве раз этого нет там идет комбинация там идет комбинация по баллам то есть нужно определенное количество раз покачать пресс определенное количество раз отжаться и в общем суммируется и тогда уже осуществляется вывод зачет или незачет никогда никто не говорил что олеся ну вот зачем тебе это надо все-таки это побольше этой части профессия мужская но есть же много женских профессий те же модельные агентства в конце концов есть те же какие-то фото студии но ну скажем так мне кажется 21 веке же у нас нет такого жесткого деления на мужские профессии женские да и очень радостно что мы можем выбирать то что нам по душе вот и в принципе я там где есть и я этим очень довольна поэтому меня нет желания находиться где-то в другом месте не могу сказать что кто-то говорил родственники обычно говорили особенно брат мой если хочешь делаю и вот так что так уверен что кроме службы которая и скажем так и интересная и со своими особенностями вот то что много часов нужно не спать и в любой момент нужно подняться на службу ваше увлечение в жизни кроме службы есть вот такая вот отдушина занимаясь которой вы забываете напрочь о своей службе даже если вдруг внезапно звонок и скажет олеся олеговна срочно выезжайте конкретно чего то чем бы я занималась прям вот все время постоянно всего понемножку вот это и катание на велосипедах и какая-то культурная программа ну и естественно истинное наслаждение я испытываю это времяпровождение своим сыном конечно же вот а так чтобы забыться и не ответить на телефон и звонок это недопустимо поэтому этого нет сергей евгеньевич ну вот в рамках рабочих будней я понимаю что служба достаточно серьезная но не думали провести столько много очаровательных девушек тем более сами сказали что 50 процентов коллектива это барышни например конкурс красоты обязательно проведем но то что в окружении ни на что не влияет у меня любимая жена и 4 детей поэтому где ваши аплодисменты а вот про конкурс это замечательная идея она у меня уже давно в голове меня только подталкивает так вот понимаете открою вам секрет все что сказано в рамках программы добрый вечер гомель в этом студии на павильоне она все исполняется друзья мои вы поддержите меня аплодисментами а я нашим сегодняшним очаровательным барышем хочу преподнести эти роскошные цветы продолжайте аплодировать девочки вы заслуживаете этих аплодисментов праздником вас спасибо ну сейчас нужно немного перевести конечно конечно не демарочку вот одну именно про лесу я скажу что это заслуженный на самом деле пограничник умница неоднократно становилась лучшим контролером и сама и учит других контролеров проверки документов поэтому это один из наших лучших военнослужащих спасибо друзья буквально через мгновение вы продолжим программу впереди еще очень много интересного оставайтесь с нами на телеканале белару 4 мы по-прежнему в прямом эфире ну а у нас в нашем коллективе прибыло сегодня у нас в гостях прапорщик иван александрович боженков здравствуйте вместе знакомьте добрый вашим по мою верную помощник моя служебная собака дина с дина здравствуй она решила красноречиво промолчать иван александрович а вот для меня всегда была загадкой всегда хотелось спросить вот с какого возраста вы берете себе помощника четвероногого и начинаете его воспитывать чтобы одинаково с ним мыслить но вообще с четырехмесячного возраста уже ставим собаку ставится собаку нас на довольство из четырехмесячного возраста собачка уже начинать заниматься со своим инструктором но все-таки у собак тоже есть свой характер как и так как лошадей как и у других животных и все-таки нужно как-то так договариваться при выполнении заданий вот как происходит этот процесс есть разные методы поощрения собак в частности используется вкусопоощрительный метод и игровой либо собачка получает свое любимое лакуство либо получает свою любимую игрушку и этими вот способом мы добиваемся нужного результата в дрессировке служебных собак это всегда идет на ура или все-таки надо идти на какие-то индивидуальные методы и подходы в большинстве случаев это идет всегда на ура сегодня на в частности на дину какие функции возлагаются при осмотре местности при охране границы в частности это поиск преследования и соответственно задержание нарушителей государственной границы в послужном списке у дина есть уже какие-то награды отличительные истории пока на данный момент нету но мы к этому активно идем я думаю что сейчас не только я но и многие наши зрители хотели бы увидеть если это конечно возможно в рамках программы добрый вечер гомель и в пределах этой студии показать что умеет дина только можно я не буду в роли преступника можно конечно 1 обязательно собачку нужно заинтересовать показать что у нас что-то есть вкусно и вот дина рядом хорошо умничка обязательно почери собачку после этого то что она все сделала правильно вот соответственно команда сидеть лежать стоять но также соответственно есть команда как у собственного курса дрессировки также собачку нужно развивать вообще и другими командами то есть любая какая вам придет в голову тоже например обычная команда просто придумано когда собакой нечего делать наряде то есть когда наблюдаешь например можно еще собачка как бы одновременно позаниматься но такое ранее часто бывает что нечего делать на ряне ну наряде получается как бы занимаешься охраной государственной границы но в частности еще можно заодно и позаниматься собакой как бы используем все возможности поворот хорошо умничка вот такие вот навыки давайте поаплодируем деньги сергей сергей вене ищ на сайте гуменского по краю на сайте гуменской пограничной группы есть отдел обращение граждан прием граждан ведут без исключения руководители пограничной группы вот с какими вопросами чаще всего обращаются к вам прием граждан идет все командование гуменской пограничной группы кроме этого прямые телефонные линии у нас есть об этом мы заблаговременно информируем средства массовой информации даем информацию на сайт гуменской пограничной группы вопросы они стандартные вопросы устройства на службу военную порядок пересечения государственной границы порядок посещения пограничной зоны пограничной полосы я скажу что на каждый вопрос мы даем обоснованные развернутые ответы ну и за последнее время я не помню чтобы жалобы на наши действия какие-либо поступали да тут же не о жалобах даже идет речь а вот например часто ли задают вопрос как стать пограничником постоянно давайте ответим на него прямом эфире потому что я думаю что по ту сторону экрана многих также интересует вопрос как стать пограничником у нас же есть несколько категорий военнослужащих есть военнослужащие срочная служба это занимаются военные комиссариаты но для того чтобы попасть на срочную военную службу в органы пограничной службы но и как я уже сказал необходимо здоровье бросать интернет молодежи необходимо психологическая устойчивость потому что на самом деле серьезно психологические тесты проводят офицеры психологи пограничной группы но и на работе преданным тому делу который выбираешь это без сомнения и состояние здоровья это это я уже сказал вот что касается призыва на контрактную службу на службу по контракту то призыв осуществляется до 35 лет у нас сейчас есть возможность призывать военнослужащих кстати на срочно не на срочно контрактную службу мальчишек которые достигли 18 лет вот вся информация полностью отражена на сайте гомерской пограничной группы проблем никаких нету я хочу сказать уважаемые друзья что мы всегда открыты для общения если какие-то вопросы трудности там везде есть телефон и пожалуйста обращайтесь звоните вам никогда не откажут мне подсказывают что к сожалению к большому сожалению час молниеностно во всяком случае для меня пролетел в завершении я думаю что ваше поздравление коллегам которые несут службу и конечно же ветеранам пограничных войск я хочу сказать что сегодня очень емко поздравил ветеранов у нас сегодня очередной скажем так это был празднование столетия пограничной службы но вместе с тем не лишним будет чтобы поздравление прозвучали еще раз этому уважаемые ветераны уважаемые товарищи пограничники я от души поздравляю с вековым юбилеем пограничной службы вас всех дай бог чтобы такой год еще кто-нибудь соприкоснулся с вековым юбилеем хотя бы полувековым я желаю всем крепкого здоровья благополучия счастья семейного крепкого здоровья ну и главное конечно тост пограничников чистого ксп друзья ну а я хочу сказать что завтра будет новый вечер и он обязательно будет добрый ну а этот вечер который войдет в историю телеканала беларуси 3 программа добрый вечер гомель потому что здесь сегодня и сейчас мы отмечаем столетие пограничные службы ну и конечно же этот великолепный этот уже исторический эфир завершим на музыкальной их ноте ну а мы поддержим наших артистов аплодисментами здесь соединились и границы здесь застава на подъем легко и зимой и летом на границе где-то ночью из рассветом парни на часах за покой народа в любое время года гомельская группа на южных рубежах катер на днепре волну качает или слышно зашумел мотор так всегда граница нас встречает здесь мы бережем речной простор и зимой и летом на границе где-то ночью и с рассветом парни на часах за покой народа в любое время года гомельская группа на южных рубежах помню пограничные заветы и в одном уверен точно я берегу зеленые береты твою землю беларусь моя и зимой и летом на границе где-то ночью и с рассветом парни на часах за покой народа в любое время года гомельская группа на южных рубежах и зимой и летом на границе где-то ночью и с рассветом парни на часах за покой народа в любое время года гомельская группа на южных рубежах и и Продолжение следует...